Важная очень тема. Как вы знаете, мы регулярно останавливаемся на проблематике воинских захоронений времен Второй мировой войны, там, где находятся останки солдат, наших солдат, которые отдали свои жизни, защищая Европу, спасая нашу страну во времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Мы, к сожалению, вынуждены вынести эту тему в публичное пространство и сделать на ней особый акцент. И я хотела бы сказать несколько слов о намерении властей Берлина провести рок-фестиваль в Трептов-парке. Мы выражаем серьезную беспокойность намерениям берлинского официоза выдать разрешение на проведение молодежного рок-фестиваля в сентябре нынешнего года в этом мемориальном месте. Речь идет об увеселительном мероприятии. Поймите, мы не имеем ничего против того, чтобы подобные фестивали проходили, они проходят по всему миру, в нашей стране, безусловно. Но нужно понимать, что мероприятие, которое посетит, планируется, что его посетит около 50 тысяч человек, оно состоится на месте захоронения 7,5 тысяч советских солдат, которые погибли при освобождении Европы от фашизма. Я не хочу думать, что в современной Германии теперь не отдают дань памяти нашим солдатам. Я не хочу думать, и я не хочу, чтобы так думали остальные, что забыта благодарность освободителям. У нас не было до этого момента повода усомниться в официальной позиции Германии по этому вопросу. Но в то же время мы должны привлечь внимание к этой теме. Посольство России в Берлине инициировало коллективное письмо от послов Азербайджана, Арвении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, безусловно, конечно, подписавшись также под этим письмом, в адрес мэра района Трептов-Кёпенек и правящему бургомистру города Берлин с требованием перенести мероприятие из Трептов-парка в другое место. Но, судя по первичной реакции чиновников, а также исходя из того, что подготовка фестиваля находится в продвинутой стадии, можно сделать вывод о том, что положительное решение об организации концерта именно в этом месте практически принято. Я хотела бы напомнить о той ситуации, о которой мы говорили несколько месяцев назад. Если вы помните, на одном из брифингов мы касались истории похожей ситуации, которая имела место в Италии. Тогда власти города Монте-Кассино организовали рождественский рынок в непосредственной близости от польского военного кладбища. Но по требованию посольства Польши рынок был демонтирован. Заметьте, речь шла о мероприятии, которое проводилось не на территории мемориального объекта, а в непосредственной близости. Это разные вещи. Надеемся, что все люди взрослые также понимают разницу между рождественской ярмаркой и рок-концертом. Мы очень просим и призываем берлинские власти пересмотреть свое решение. Этот шаг будет абсолютно неприемлемым для нас. Мы просим посмотреть на опыт европейских коллег. Который, мне кажется, является успешным примером компромисса. И мы полагаем, что проведение таких мероприятий в мемориальных местах является неприемлемым. И по большому счету превратятся в прямом смысле слова в пляске на костях. А ведь это один из самых символичных мемориалов памяти погибших советских солдат. Продолжение следует... Продолжение следует...